Достойному человеку достойны праздники и поздравления. Почтенный и почетный в Ленинском районе Николай Никитович Мельник во время Второй мировой войны он возглавлял комсомольскую молодежную бригаду. Работал на военном заводе. После окончания войны 10 лет прослужил в Брестском погранотряде. Награжден орденами Отечественной войны второй степени Красной Звезды. Судьба у Николая Мельника была непростой, полной тягот и трудностей. Но несмотря на это, бодрость и духа он не терял никогда. И сегодня душевно и духовно молод. Я хорошо выгляжу, но я с 7 лет остался без отца, а с 11 лет и без мамы. В 1941 году, с 1 сентября мы пошли по этим самым. Я попал на слесаря-инструментальщика учиться. Ну а другие там, ну я вот так попал. А ночью проснулись, а ночью война, объявили войну. Вот. Мы еще немножко поработали и нас всех, пацанов, расслали по заводам. После этого знакового события в жизни Николая Никитовича происходило много других, которые оставили глубокий след в его сердце. Великая Отечественная война – это незаживающая и поныне рана. Но сегодня Седовласый юбиляр не думает о тяготах тех лет. Он с улыбкой принимает поздравления. На мероприятии чествование ветерана с юбилеем было немноголюдно. Эпидемическая ситуация все еще не позволяет собирать большое количество людей. Но представители вертикали власти, председатель Брестского городского совета ветеранов, консулсоветник Генерального консульства России, а также молодежь, смогли пожелать виновнику торжества, крепкого здоровья, бодрости духа и мирного неба над головой. Вы сами видите, что он в строю, что он молодец, что он сегодня не нуждается в поддержке. Он не приемлем, чтобы его поддерживали. Он идет сами, готов поддержать женщину, которая рядом. Он не нуждается в услугах соцработника, сиделки. Поэтому много можно говорить о Николае Никитовиче. Для нас он дорогой человек. И сегодня мы ему будем желать еще долго-долго лет жить и встретить вместе сто лет. Торжественный прием, в рамках которого Николай Никитович принимал поздравления и пожелания, рассказывал о себе и своей судьбе длиной в 95 лет, был насыщенным и интересным. Ведь Николай Никитович Мельник – достойный пример мужества как в военное, так и в мирное время.